Всем привет! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Работая в последнем университете, я столкнулся с системой менеджмента уроков заданий учеников. Система выполнена явно на заказ, а потому неудобная, неповоротливая, с кучей багов, то есть можно сказать, что нерабочая. Потому что пользоваться ей можно было только из-под палки. Не хочу сказать, что в Google Classroom идеальная система менеджмента, но уж точно в разы удобнее той. И наверное главное ее достоинство, что она предельно проста. Google вообще славится стремлением к простоте, но это даже для него чересчур просто. Привязывайте свой аккаунт в Google Classroom. Вообще имеет смысл создать отдельный, так как он использует по меньшей мере ваш Google Диск. А там всего 15 гигов. И если он уже забит, то будет беда. Создавая новый курс, вы автоматически становитесь преподавателем. Нажимая присоединиться, вы автоматически становитесь учеником. Тут нам предлагают подключиться через образовательный аккаунт G Suite for Education. Это не карательная мера, наоборот. Если подключиться к программе, у вас расширяется список возможностей. Но у меня такого аккаунта нет, и я согласен на усеченный Google Classroom. Которого, кстати, и в таком виде вполне достаточно. Название курса в каком-то смысле для вас. Это, слава богу, не из-под минобра, а значит нет каких-то там реестров и гостов. Но понятно, что сильно фантазировать на тему названия не нужно. Это все можно не заполнять, но опять же бедные наши преподаватели привыкли, что заполнять нужно все и много, гораздо больше, чем учить. Поэтому можете и заполнить. И вот, вы автоматически становитесь преподавателем и ваше фото подтягивается из личного аккаунта Google. Поэтому, если вдруг у вас там что-то неприличное, поменяйте. Оно, кстати, обновляется не сразу, может пройти больше суток, тоже имейте в виду. Ну и поменяем-ка мы обложку курса. Я застал еще советскую школу и ненавижу все формально однотипное. Я думаю, современные ученики тоже. Поэтому вообще не буду ставить что-то из предустановленных, а будет у меня вот такое море. Класс. Пока у нас есть один преподаватель и совершенно не учеников. Ситуация для преподавателя идеальная, но учебный процесс это может сорвать. Поэтому мы можем пригласить ученика или учеников отсюда, если знаем его их email. Вот так вот, пригласим. А можем скопировать код курса. А вот он. Это забавно, его можно вот так вот расширить. А можно вот так вот расширить. Не знаю зачем, но можно. В общем, копируем код курса и отправляем старости с тем, чтобы он разослал всем ученикам. Соответственно ученику нужно зайти... Ну ладно, сначала про письма. Напомним, мы сначала добавили ученика из админки. Ему придет письмо и ему нужно будет присоединиться. А если мы действуем через старосту и код курса, то ученику нужно будет зайти в Google Classroom и здесь выбрать присоединиться. Вставить этот код и вот он, наш первый ученик. У него есть лента задания пользователей. А у преподавателя есть еще и оценки. Преподаватель создает задания, ученик их получает и выполняет. Сейчас покажу как. Вообще надо, конечно, поприветствовать класс. А что, кстати, обычно говорят? Здравствуйте, дети, наверное. И переходим в задания. Здесь можно создавать не только задания, но еще учебные материалы. Можно делать тесты. Все это можно объединять в темы. В общем, покажу только принцип. А дальше, как всегда, голосуйте лайками и комментариями. Могу сделать еще пару видео, объяснить все подробнее. Создали задание. Прикрепили какой-нибудь документ. Он создается у вас на диске, автоматически создавая папку Classroom. Вставили саму задачу. Какая-то забавная задача. Не сразу ее решил. Для второго класса. Кто и как будет видеть. Это тоже надо отдельно рассказывать. Если вы создавали темы, то тут можно выбрать тему. Задаете срок сдачи и определяете сколько баллов за выполнение. Не знаю, как сейчас. В наше время было 5. Все, сохранили. В ленте у ученика появилась информация, что преподаватель добавил задание. Он решает задачу. Я почти уверен, что ответ 19, хотя эта информация меня немного смутила. Но, наверное, это специально, чтобы запутать. И тут у нас есть кнопка «Сдать». При том, что это просто документ на Google диске, у него появилась дополнительная кнопка. Все. У преподавателя появляется информация, например, здесь, что задание сделал один ученик. Он его проверяет и выставляет оценку. Все. Информация о поставленной оценке появляется у ученика и статистика по с данным оцененным задачам фиксируется у преподавателя. Как, впрочем, и статистика по успеваемости отдельных учеников и всего класса. Вспоминая ту самодельную систему в университете, я боюсь, что скоро что-то подобное появится и в школах или уже появилось. Кто-то заработает на этом хороших денег, но может быть не надо, ведь главное, чтобы было удобно. Все, любите друг друга, учитесь, учитесь и еще раз учитесь, как завещал не помню кто. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok